Здравствуйте, друзья! В эфире передача «Картина маслом» и я, ее ведущий, Михаил Шипилов. Сегодня мы нарисуем картину, в которой изобразим туманный закат. Начнем с нужных нам инструментов и материалов. Как всегда, для создания картины нам понадобится холст размером 35 на 45 см, кисти, масляные краски, палитра, разбавитель, масленка, мастихин. Желательно иметь мольберт или треногу. Итак, начнем. Первым делом мы нанесли разбавитель на основу. Это нужно для того, чтобы грунт размягчился и впитал в себя последующие слои красок. После этого мы наносим белило и по этой подготовленной форме мы уже сможем нанести подмалевок. Так как у нас закатное небо, мы будем использовать оттенки, которые появляются в закат на небе. Это фиолетовые, красноватые, поэтому мы смешаем розовый оттенок и кадмий красный, чтобы получить приятный фиолетоватый оттенок. Как всегда, сверху небо немного темнее, ближе к линии горизонта небо чуть-чуть высветляется, поэтому в верхней части холста мы будем использовать более темные, насыщенные оттенки, нюансы тона и цвета. А ближе к линии горизонта мы будем использовать уже более простую краску, более светлую. Белило, чтобы цвет был более, более размытым, более простым, легким. Не нужно красить холст как забор, нужно писать. Для этого мы используем легкие мазки, свободное движение, легкое движение. Можем добавить небольшое количество оранжевого цвета. В том месте, где у нас слегка будет через тучки проглядывать солнце. Делаем замес голубой, ФЦ и Белил. Этим замесом намечаем дальний план, туман и линию горизонта. Так как на дальнем плане у нас туман, то он будет распространяться не только на небо, но и на землю. Поэтому дальний план земли, он также слегка гаснет в тумане, становится холодным. Голубую ФЦ смешиваем с небольшим количеством розовой краски, белила. И таким образом получаем очень красивый холодный тон, которым будем намечать облака. Чуть больше розового. Главное найти красивую пропорцию оттенков, чтобы все это хорошо и красиво смотрелось. Продолжение следует... Смесью голубой ФЦ и Белил мы создаем силуэт деревьев, деревьев дальнего плана. Теперь мы возьмем умбру натуральную, светлую. Добавим ее на передний план. Здесь у нас будет расти ковыль. К нижнему краю холста умбра должна быть более плотной, темной, насыщенной. И ближе к дальнему краю мы будем добавлять белилы, чтобы трава постепенно перешла в холодный голубоватый тон тумана и дальнего плана. Добавим небольшое количество желтого и голубой ФЦ. Эта смесь всегда дает зеленоватый оттенок. И смешаем это с умброй натуральной. Небольшое количество белил. КОНЕЦ Короткими вертикальными движениями мы имитируем рост травы, рыхлость травы. Теперь откладываем кисть. Берем тряпочку, сворачиваем ее в такой рулончик. Набираем голубой тон. Смесь белил и голубой ФЦ. И набиваем на деревьях дальнего плана. Тряпочка очень удобно имитирует растительность, которую никогда не передать кистью или пальцем, или мастихином. Теперь мы берем в руки мастихин. С помощью мастихина немного размываем тон неба. Делаем его менее заметным. Убираем ненужную фактуру, ненужные мазки. Нужно сделать так, чтобы небо слегка отличалось от тех деревьев, которые мы сейчас сделали. Теперь мы берем в руки тряпочку. Берем умбру натуральную светлую. Желтый. И голубую ФЦ. Этим замесом начинаем набивать фактуру листьев дерева на дальнем плане. Возле оранжеватой полоски на небе мы пробиваем очень аккуратно, чтобы она проскакивала сквозь листву дерева. А уже ближе к нижней части и наверху мы сможем это сделать очень легко и просто. Главное не бояться запачкаться. Лучше мы потом вымоем тщательно руки, чем сделаем некрасивую картину. И у нижнего края листва становятся гуще, темнее, более четкие. И точно так же нижняя часть будет чуть снизу. Темнее. Теперь мы берем в руки тонкую кисть. С помощью этой кисти и замеса из умбры натуральной темной голубой ФЦ и краплака можем сделать стволы и ветки. Все время намешиваем новый тон. Новый тон нам нужно замешивать для того, чтобы нижний слои красок нам не мешали. Можно слегка подкручивать кисть. Чтобы линии получались более тонкими. Опять подмешиваем краску. Делаем ствол толще. Крутим кисточку и двигаемся вверх. Дерево тянется к солнцу. Поэтому движения тоже должны быть такие тягучие, но уверенные и твердые. Аккуратно следим за тем, как меняются ветки. Чем ветка ниже к земле, тем она толще, плотнее. И соответственно самые кончики ветки, ее самые дальние от ствола участки становятся более нежными, более тонкими. У правого дерева есть совсем такая наклоненная, склоненная ветка. Очень похожая на упавшее дерево. Все время будем подкручивать кисточку, чтобы получить такую кривую, дрожащую линию этой ветки. Тяжело приходится, нужно бороться за свою жизнь, поэтому она такая изогнутая. И все веточки у нее тоже кривые, неровные. Больше тянутся к нижней части, больше тянутся к земле. Верхние веточки вроде как поднимаются, но тут же тянутся вниз. Постоянно идет опускание этого ствола, этой ветки. Постоянно идет опускание этого ствола. На этом дереве тоже есть похожие ветки, которые тянутся вниз. Холодным тоном голубой ФЦ набиваем основание нашего дерева. То же самое делаем наверху и, хорошенько почистив кисточку, набираем тон неба и добавляем просветы в листьях. Тоже нужно делать не везде, хорошенько продумывать те участки, где вы хотите видеть просветы. Если их будет слишком много, дерево будет выглядеть старым, неестественным. Облетевшим. Слегка можно выровнять композицию и добавить в левой стороне молодое дерево, побег дерева. Только растущая. Очень интересная картина, на ней сразу показано три степени возраста деревьев. Зачахлое дерево, молодое и совсем еще юное дерево, полное сил. Теперь мы смешаем белило и охру золотистую. И вертикальными штрихами намечаем ковыль на переднем плане. Движения простые, легкие. Не нужно делать это все одним цветом, постоянно меняем на другой. Чередуем охру золотистую, желтую, белило. Местами может быть даже зеленоватый оттенок пробиваться. Пробиваться. Местами может быть даже золотистыми штрихами. Все время чередуем светлые и темные носки. Местами может быть даже золотистыми штрихами. Ну вот, наша картина и окончена. Экспериментируйте с краской. Только при многократной тренировке могут получиться хорошие картины. Любите живопись, смотрите нашу передачу и помните, что рисовать может каждый. С вами была передача «Картина маслом» и Михаил Шепилов. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»